10 лет в доме по адресу Строительная, 6А, живёт Любовь Палеха. Эту небольшую квартирку купила сама. Говорит, очень понравилось, было чисто и тепло. Но за несколько лет ситуация в корне поменялась. Теперь в этот дом на Доброполье зайти страшно. К тому же недавно отключили воду и отопление. Как я могу жить? У меня 70 лет в таких условиях. Я ушла к невестке на сакзавод. Ну вот периодически приезжаю, проверяю. Мало ли что, оставить это страшно. Взломают, и я приду, там вообще ничего не будет. Дом по строительной 6А признан аварийным в 2016-м. Жильцы 25 квартир уже получили новые квадратные метры. Остальных переселить должны до конца этого года. А потому, видимо, о прежнем месте жительства не заботятся. Везде разруха и мусор. Неудивительно, что управляющие компании не соглашаются взять такой дом под свою опеку. Стали выезжать, которые жильцы нормальные выехали. Ну а раз они выехали, все. Нелегалы приходим, ломаем, убираем, чистим. Порядок наводим. Вот навели. Без окон, без дверей, без батареи. В итоге вынесли все, что плохо лежит. В том числе батареи. На металл. В каждой пустой квартире стояли заглушки или перемычки. Дом продолжали отапливать. Где в пустующих квартирах батареи срезали, там были организованы либо заглушки, либо перемычки. Позавчера одно из перемычек оторвали. Перекрыли дом, циркуляции не стало, стало остывать. Замерзла вода в трубах, соответственно, в нескольких местах их разорвало. Где не успело, как говорится, замерзли, где больше было квартир, жилых. Когда открыли, прогрели небольшой участок трубопровода, лед растопили и вода пошла. О ситуации жители сообщили в службу 112. На место прибыли сотрудники разных организаций и начали устранять аварию. Глава округа Евгений Корж распорядился помочь жителям переждать сложный период. Акционерное общество «Уссурийские электросети» экстренно организовало доставку временных электрических источников отопления для жителей дома. Управление по делам гражданской обороны совместно с администрацией Уссурийского городского округа организовало доставку бутилированной питьевой воды для жителей дома. Производится обследование систем водоснабжения. При необходимости будут проведены ремонтно-восстановительные работы. Сложность еще и в том, что не во все квартиры специалисты могут попасть. Два помещения, в которых прорвало трубы, на замке. Вместе с участковыми двери вскрывают и заваривают прорехи в системе отопления. Полноценно пустить тепло на строительной 6А планируют уже сегодня. Параллельно с этим бригады рабочих очищают заброшенные квартиры от мусора, который копился здесь годами.